привет вот представляешь живешь себе своей жизнью мирный в канаде никого не обижаешь никому не мешаешь учишь свой английский и вроде он тебе дается дается неплохо но ты в нем не чемпион положим и тут ты вдруг узнаешь о том что есть ребята которым легко дается два языка есть те которым даются 5 и 10 языков а если те которые говорят на 15 языках so sia stok а вам глава владимир кассиро львы кассе и км дэсэр акмануру мэрTвэнер робот дабая артан in slovaq waddao hello, wossi tao ge ну, я вам доехать на 10 more я вам покажу, почему я снимаю? так как я начала над собой привет вам, меня зовут Владимир В французском я говорила то же самое, что я говорила в шином и в английском, поэтому почему я решила сделать это видео? Ну, добрый день! До сегодня я использовал языки, которые я знаю примерно хорошо. Конечно, они очень много ошибок, поэтому я не говорю, что я правильно говорю русско-мандарин. Недленность? Недленность? Единственное время я учил хранение, я учёл в французском, партнерланском и в библиотеке фонд о книгах, которые я учил в фильмах. Девочки? Какой у тебя! С вами был Ян Розумир. Все эти театры, я учил в французском. Вот это я никогда не мог понять, объясните мне, пожалуйста, ну как, как они это делают? Владимир, привет, пожалуйста, расскажите, как вы дошли до такой жизни, что владеете сколько, девятнадцатими языками, да, или уже больше? Здравствуйте, девятнадцать, на самом деле, изучал двадцать, двадцать один языков, языка, простите, как так получилось? Знаете, я родился в южно-восточной Чехословакии еще, и здесь венгерский, словацкий и чешский были как бы официальным языком, и я словак по национальности, и родители все словаки, но моя мама, она решила, что было бы очень хорошо, если я бы выучил венгерский и, соответственно, записала меня в венгерский детский садик, поэтому я выучил венгерский, словацкий и чешский пассивно очень хорошо, потому что это была Чехословакия, и после того, когда мне было восемь лет, опять же, мама сказала, что было бы хорошо, если я бы выучил английский, у нас семья в США, я поехал в США на какое-то время, выучил английский практически до уровня родного языка, и тогда мне было двенадцать, опять мама сказала, что надо выучить немецкий, и я поехал в Австрию и тоже выучил немецкий как родной практически. То есть, если так вот еще раз уточнить просто, то есть вот из этих там, скажем, двадцати языков, то есть на уровне таком как бы глубокого понимания языка, то есть это где-то примерно половина, наверное, да? Примерно, да, но глубоко тоже хороший вопрос. У меня есть бакалавр китайских наук, поэтому вот, например, китайский я понимаю очень хорошо из научной точки зрения, а русский нет. Я думаю, говорю нормально, но я не знаю там, не знаю очень хорошо, не понимаю очень хорошо грамматику, не знаю ничего про литературу, очень мало, но китайский – да. Я, кстати говоря, видел комментарии, я обычно стараюсь готовиться к интервью, и поэтому я посмотрел комментарии вот по тем самым знаменитым видео, где вы говорите на девятнадцати языках, и меня удивила одна вещь. В китайской культуре есть крупных два языка – кантонизм и мандарин. Вот, и мне понравилась одна запись, я думаю, что вы ее тоже видели, наверное, там женщина пишет, что твой мандарин лучше, чем мой, и я чайнис. То есть она, видимо, говорит на кантонизм, и ваш мандарин оказался лучше, чем ее, хотя она, в общем-то, по национальности китаянка. Да, или, что может вероятнее, она ABC, значит, American Born Chinese или Canadian Born Chinese, девушка, которая росла в США и просто не очень часто общается на китайском, по национальности или по этнически она китаянка, по национальности США, но не говорить часто на китайском, поэтому получается, что я вроде бы иностранец, белый, говорю лучше, чем, да, этническая китаянка. Ну, в эмиграции здесь много очень, допустим, русских, скажем, там, украинцев, дети, ну, скажем, мои дети, например, младшие привезли мы восемь лет, ей было, она немножко иногда, она хорошо говорит по-русски, но чуть-чуть иногда немножко странновато, она меняет там падежи и так далее, то есть уже человек с родным носителем языка, ну, я имею в виду, вот, как я, например, да, я native, так сказать, Russian speaking, то я, конечно, слышу, что она немножко там как-то путает чуть-чуть слова, иногда она не может не понимать значение слова. Володя, а вот вы упомянули о том, что жили в Америке какое-то время, это когда было? Это родители еще жили в Америке? Нет, тета и дядя, если хорошо произносит это на русском, тета живет в окрестностях Нью-Йорка и дядя в окрестностях Вашингтона, и я ездил в США каждым летом на протяжении 20 лет, значит, я начался в 8 и каждый год, каждым летом был в США, то если я не скажу, что я не американец, американцы не знают, что я иностранец. Только когда скажут, что меня зовут Владимир, и я из Словакии, начинают замечать какие-то ошибки, но если я не скажу, я скажу, что я Питер, я думаю, что они не знают. Ну, наверняка для этого нужен какой-то талант, да, то есть, насколько, вот я просто пытаюсь понять вот эту смесь, да, говорится, что обычно результаты достигаются за счет того, что вот большое какого-то усилие времени, труда там, я не знаю, так сказать, и вложений каких-то, и в том числе, конечно, должен быть талант. Вот скажите, пожалуйста, соотношение какое должно быть? Сколько процентов таланта, сколько труда, сколько так далее? Я не знаю, у меня такой характер или персоналитет, что если не вижу, где там ударение, не вижу быстрого прогресса, желание продолжать исчезает, новин. И я думаю, что для этого талант очень важный. Same about me. Поэтому если не было бы таланта, я думаю, что я бы никогда не продолжал вот в этой борьбе, в этом, в всем этом процессе изучения остальных языков, потому что я бы не видел результатов, быстрых результатов, ну и все желание продолжать бы исчезло. Поэтому думаю, да, талант есть, а соотношение какое между талантом и работы систематической, если есть у меня, для меня лично, если есть талант, есть мотивация, если есть мотивация, а работа – это не работа для меня, это просто то, чем я хочу заниматься. Поэтому я, конечно, занимаюсь очень-очень много. Я когда изучал русский, я иногда слушал русские новости 8-9 часов в день и синхронно переводил на словацкий, как в качестве практики. Но меня это не раз как бы не… я не считал это как бы работой или чем-то, что обязательно надо мне сделать. Нет, я просто хотел. Главный вот интерес, Володь, когда мы переписывались, да, был вопрос как бы о чем мы говорим, то есть вообще о чем интервью и так далее. Для меня самый главный интерес, вот я живу в Канаде 20 лет, да, учишь-учишь язык, но я приехал, мне было 38 лет. Поэтому, в принципе, тяжеловато мне, конечно, было, и все равно вот эта челюсть уже, когда уже тебе 38 лет, она уже не такая вот гуттаперчевая, да, у меня из моих подписчиков очень много людей, которые либо собираются ехать в Канаду, либо уже живут в Канаде, в Канаде, и они, многие говорят, во-первых, очень у многих людей клинический страх ехать за границу, потому что, а вдруг я не выучу этот язык, и как я буду жить? Ну, то есть, представляете, жить в стране, в которой ты не в состоянии освоить язык, но это каторга, в общем-то. Вот. При этом есть люди, которые жалуются, что они уже живут в стране, но вот язык не дается. Что вот, ну, профессионал, вот, как говорится, сидит передо мной, ну, что можно посоветовать людям, чтобы хоть как-то немножко облегчить жизнь? Вы знаете, я думаю, что в России, в Словакии та же одна система. Школа нас учит ненавидеть учебу, а если вы не хотите выучить что-то, вы это не выучите, я думаю. Значит, если есть такое настроение, есть такой подход, вот, очень сложно выучить что-то, что вы, в принципе, не хотите изучать. Поэтому надо начать быть еще с нультого шага, который, как бы, поменять подход к всему. Надо любить то, что хотите выучить. А вот в этом случае это язык. Поэтому, если есть у вас, если... Я слышал такого, не знаю точно, чем он занимается, но сказал очень интересную такую фразу, говорит, что если вы хотите выучить что-то так сильно, как хотите дышать, вы выучите это очень быстро. Поэтому, конечно, это нельзя везде так думать, но, скажем так, 90% этого желания, как вы хотите дышать, когда у вас нет воздуха, если у вас есть такое желание изучать язык, вы выучите его даже без моих советов, потому что вы сам найдете подход правильный. А потом уже, я думаю, очень-очень-очень важная вещь уделять много времени, заниматься очень много, практиковать язык, очень-очень-очень много общаться. Но очень я говорю, так как я сказал раньше, это нужно экстрем, я занимался 8-9 часов каждый день, но час в день минимально надо, больше чем, желательно еще больше, 2-3-4-5 часа, если возможно. А если будете заниматься и практиковать, и общаться, общаться, общаться постоянно с носителями языка, я не могу представить себе, как мне возможно выучить язык, причем английский, еще один из легчих языков, как, возможно, не выучить язык, как научиться играть на гитаре. Вы можете слушать музыку, теорию изучать, учитель может вам объяснять все, но надо играть, играть и играть, еще раз играть, чтобы выучить играть на гитаре хорошо. Володь, ну, все равно, наверное, справедливо будет сказать, да, о том, что каждый человек обрадает определенной степенью познания языка, да, то есть, ну, вы говорите о том, что вы преподаватели, наверняка у вас масса учеников, и вы можете видеть, что один быстро-быстро развивается, может быть, даже при этом не вкладывает столько усилий, да, то есть, а другое, может быть, там, так сказать, вот, каждый день он молотит язык, особенно не продвигается, ведь, наверное, это же тоже есть, ведь. Ну, я, на самом деле, тоже наблюдал уже сейчас, когда мне не так хочется изучать языки, что я не был в состоянии запомнить одно слово, я уже не помню, что это было, он 30 раз, 40 раз я слышал его, и не впадал как бы в голову. Я понял, как так уже он сказал, что я просто, я не хотел изучать этот язык, и сколько раз вы мне бы не сказали это слово, оно просто приходит и уходит, приходит, уходит, без того, чтобы я сделал перерыв, и сознательно хотел запомнить это слово, знаете, вот так примерно объясняю вот эту ситуацию. Обладая таким количественным языком, не проще эмигрировать, жить там в Америке, я не знаю, в Канаде, вы говорите там на немецком, французском языке. Я понял, что вы пока живете в Словакии, да? На данный момент, да, но последних 10 лет, я очень много путешествовал, я жил 5 лет в Тайване, 2 года в Чехии, в Италии, ну, короче, довольно продвигался, двигался по Европе, по Азии, ну, на данный момент, да, живу в Словакии. А вопрос, почему не эмигрировать, я думаю, что даже была такая мысль, когда мне было, не помню сколько, 11-12 лет, а не помню, почему мне тогда решил ее остаться в Словакии, не знаю. Иногда мелочи решают судьбу человека, вот это так огромный шаг, что нельзя сказать, что бы было произошло, не знаю. У меня в США были такие времена, когда очень нравилось, было, когда вообще не нравилось, а сейчас мне безразлично. Я в последний раз, когда был в Нью-Йорке, мне не понравилось, а раньше Нью-Йорк для меня это была мечта, я хотел жить в Нью-Йорке навсегда, а в последний раз, когда я был в Нью-Йорке, мне очень не понравилось, город грязный, опасный, и там очень странные люди живут. Обычно, вы знаете, таких людей у нас в больницу очень быстро, там бегают по офицам. Ну, на самом деле, да, есть и в Канаде тоже иногда встречается народ на улицах довольно своеобразный, такой, ну, считается, что они вроде как бы не агрессивные, ну, а раз не агрессивные, то, как говорится, и Господь с ними. Володь, мы когда начали разговаривать еще до записи, просто пока мы настраивались так технически и так далее, я понял из нашего разговора, что вы только что вернулись из Москвы. Скажите два слова, что там происходит и что вы там делали? Я был в Москве, участвовал в программе «Удивительные люди» на канале «Россия-1», и я не знаю, знают ли ваши подписчики, что это за программа, очень интересная. Программа, в которой участвуют люди, у которых есть какой-то талант, в первой серии я победил, победил, и позавчера был финал, к сожалению, не могу сказать про финал, потому что мы под контрактом, но я надеюсь, будет очень интересно. Поэтому так. Там какой-то призовой фонд или что там, дадут Мерседес? Что там будет? Нет, нет, приз – миллион рублей. О, все равно? Да. Ну, так нормальный приз, я думаю, да, очень. Но для меня это был приз, это была последняя вещь, про которую я думал, мне просто, это был огромнейший вызов. И, так как я уже сказал, мне, меня уже языки не очень интересуют, я сам про себя продумал, что, пожалуй, это будет последний раз, когда я еще довольно хорошо говорю на всех этих языках. а вот можно сказать, что, допустим, были какие-то там, я не знаю, забавные ситуации в жизни, когда человек говорит на столько языках, и вдруг это вот как-то ему повернулось. Было что-то такое? Вы знаете, я европейской внешности, говорю на китайском, иногда так хорошо, что когда я звоню кому-то, не знаю, что я не китаец. Поэтому, например, я был на Тайване, и из Словакии, из-за словацкого банковского счета я отослал деньги на мой тайваньский счет. Но у меня есть китайское имя, и поэтому это выглядело как бы один человек, европеец, отослал деньги совсем непонятному второму китайцу, тайваньцу. И они, я был на Тайване, и мне звонят вот с банки, говорят, привет, мы хотим здесь опровергнуть одну операцию, можете ли вы нам подсказать? И я на китайском, да, конечно, говорю, да, привет, я отослал деньги. Это еще больше выглядело как какой-то тайванец, отворовал деньги какому-то бедному европейцу и отослал себе на свой счет на Тайване. Три раза звонили мне, после того сказали, нет, вам надо будет заходить в банку и показать, как называется, ID, и еще контракт по аренде жилья. Я говорю, что? Хорошо, я взял все, буквально все, даже диплом университетский. Я приехал в банк, говорю, смотрите, я, я, они очень извинялись, на самом деле. Володь, еще один вопрос. Вот в какой-то момент вы мне сказали такую фразу, что была ситуация, когда какое-то слово упорно не ложится на слух, не запоминается и все. Но для того, чтобы знать там 10-20 языков, это, я не знаю, это надо иметь голову, наверное, вот такого громадного размера, чтобы туда умещались все эти слова. Как вы их запоминаете? Есть ли какая-то частная, ваша личная, какая-то технология, по которой вы запоминаете слова? Можете чем-то поделиться какими-то приемами? Конечно. Есть слова, которые я запоминаю просто нормально, есть слова, которые просто запоминаются, почему не знаю, но запоминаются. И раньше практически все, когда мне было, не знаю, там 15-14 лет, я запомнил все. Сейчас мне уже не 15, поэтому пользуюсь мнемотехникой. Я уверен, что вы знаете, что такое. Мнемотехника, в интернете, в русском тоже есть куча статей, прочитайте. Мнемотехник очень много, на самом деле, но в принципе, как это работает, вы, допустим, какой-то пример. Да, есть русское слово учреждение. Надо как-то запомнить его. Мнемотехника делается это так, что вы найдете какой-то образ и наклеиваете информацию вот это слово на этот образ. Практически выглядит это следующим образом. Учреждение, похожее на словацкое слово резать, что резать, да? И я представляю себе какое-то учреждение, я не знаю, любое учреждение ООН, большое здание, есть пила и режет это учреждение, это хватит абсолютно. Я представляю себе эту картинку и все. И в следующий раз, когда мне надо вспомнить на русское слово учреждение, я выжу эту картинку, и это хватит. Валерий, спасибо большое. На прощание у меня просьба. Скажите какие-то, любое, все, что вы хотите сказать, добрые пожелания подписчикам, моим зрителям, себе. Я вам желаю заранее, пока вы будете говорить, готовиться, я заранее вам желаю победить в московском конкурсе. Пусть они обязательно вам отдадут миллион рублей, может быть, это не главное, но это все равно, как говорится, всегда приятно. Деньги в данном случае, это как бы просто доказать того, что ты оказался лучше всех. Если можно, скажем там, ну, мы не будем мучить там на 19-20 языков, ну, скажем там, я не знаю, 5-6 языков, которые вы владеете лучше всего. Хорошо. На Словатском. Так что, дякуем велика за интервью, а желаем послухачам вшетко доброе, а велика счастья при учении цызих языков. So, в английском, thank you very much for inviting me and for this interview, I was very happy to answer your question. And I wish all the best to your subscribers and lots of luck in learning foreign languages. Какой шеннер китайском. 非常感謝你的访问, 然后, 祝您的观众 学语言快乐, 然后, 也非常感謝 у这个机会 参加这个访问. И, I hope to Спасибо. Ну, пока вы говорите, вы, наверное, не заметили, что я несколько раз падал, так сказать, от расстройства со стула, так сказать, потом корабль собрал, в печали, так сказать, что человек знает столько языков. Спасибо большое за интервью. Большое спасибо вам, Сергей. Еще раз большое спасибо за то, что вы меня пригласили. Друзья, теперь я возвращаюсь к вам. Если вы думаете, что я забыл про наши с вами традиционные розыгрыши призов, то это совсем не так, и вот теперь мы с вами этим сейчас и займемся. Как обычно, заходим в хорошо известную нам с вами программку, которая спонтанно выбирает победителя. Ставлю свой адрес ролика, сейчас он появится, заодно нам покажут статистику по нему. Вот, 185 человек участвовало в обсуждении. Как всегда, мне остается нажать на кнопочку Pick a Random Comment, и мы узнаем с вами победителя. Поехали. Здорово. Ксения Семенова, коротко и ясно. Ксения, спасибо за ваш комментарий. Я вас поздравляю с выигрышем. Как всегда, вы можете выбрать, вот у меня, видите, в руках вот здесь вот варежки, вы можете выбрать бейсболку, вы можете выбрать брелок. Вот я захожу на вашу страницу, как обычно, свяжитесь с нами ближайшие сутки-двое, и мы охотно отправим ваш приз, который вы выиграли. И увидимся, как обычно, в следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»